МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Повлиять на то, как изменится Саров, может, каждый 19 апреля в администрации пройдут общественные обсуждения генплана города. Самые длинные каникулы. Какой будет летняя кампания 2022? Далее расскажем обо всем подробно. Российские авиакомпании получат 19,5 миллиардов рублей, которые пойдут на возврат пассажирам стоимости билетов на отмененные рейсы. Такое распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. Правительство обеспечит возможность возврата гражданам стоимости билетов на рейсы, которые были отменены из-за внешних ограничений, а также из-за закрытия аэропортов на юге и в центральной части России, отмечается в сообщении. Такая мера от государства поможет перевозчикам сберечь собственные оборотные средства, которые могут пойти на обеспечение безопасности полетов. Также из бюджета выделят более полутора миллиардов рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов в южных и центральных регионах России. Напомним, что в марте были введены ограничения на полеты в эти аэропорты. Пока ограничения действуют до 19 апреля. Каким будет Саров в ближайшие годы? Ответ на этот вопрос содержится в новом генплане города. Повлиять на изменения в документе, а значит и в самом городе, может каждый житель. Сейчас идет процесс публичных слушаний по генеральному плану. Завершится он общественным обсуждением 19 апреля. Генеральный план – это главный градостроительный документ для любого муниципального образования. В нем прописаны все данные о границах и функциональных зонах развития, а также новых объектах, планируемых к строительству в городе. Школах, детских садах, объектах спорта и культуры, дорог, новых мостов и других. Действующий генплан был разработан еще в 1973 году и к сегодняшнему дню устарел. Границы города изменились. Президент своим указом в прошлом году присоединил к Сарову территорию Дивеевского округа вместе с технопарком, а также так называемые северные территории. Все это нашло отражение в новом генплане. Кроме того, в документе прописаны и изменения дорожной сети города. Например, сделана дорога сквозная с улицы Советской до проспекта Музруково, так сказать, срезая угол вот этого перекрестка у театра через Саровскую ривьеру. То есть между Саровской ривьерой и домом 17 по улице Музруково. Жители Саровской ривьеры собрали 120 подписей против этого изменения. Они уже находятся в администрации. Поэтому выражение мнений жителей как раз это публичное слушание, о которых мы говорим. Также, согласно новому генплану, поменяется дорожная сеть в районе улиц Менделеева и Негина. Запланирована новая объездная дорога. Более детально прорисованы и районы 1А и 1Б. Также в документе содержатся данные о карстовости этих территорий. На этих участках установлено наличие карстопроявлений на территории обследования. Это от 10 до 20 метров категории. Возможность их возникновения. А интенсивность, то есть скорость, которая они проистекают, это вот 4-5 категории. Это от 0,05, то есть от 0,05, одно явление в год. То есть, соответственно, одно явление в 20 лет, допустим. До, в локальных участках, до одного провала в год. То есть, мы понимаем, что на этой территории есть места, их нужно действительно прям четко локализировать, где есть возможность возникновения воронок, которые каждый год могут возникать, с размерами до 20 метров. Новые школы и больницы, два ФОКа и множество других объектов. Все это есть в новом генплане. Детально ознакомиться с ним можно в фойе здания администрации города и на сайте admdefisarov.ru в разделе «Документы». Высказать свое мнение по поводу изменений можно в письменном виде, направив обращение в администрацию или лично. Для этого нужно прийти на общественное обсуждение генерального плана, которое пройдут 19 апреля в 17.30 в актовом зале администрации города. При себе необходимо иметь паспорт. Федеральная антимонопольная служба будет оценивать обоснованность изменения тарифов на услуги связи с учетом уровня инфляции. Соответствующие методические рекомендации уже направлены в территориальные органы ведомства, сообщили в пресс-службе ФАС. Другая важная информация в подборке о коротких новостей. Стартовало голосование по выбору приоритетного объекта благоустройства на 2023 год. Саровщане смогут отдать свой голос за сквер в районе дома номер один по проспекту Мира или зону отдыха на пруду Боровом. Проект, набравший большее количество голосов, благоустроят в 2023 году за счет городского, областного и федерального бюджетов. Голосование продлится до 30 мая. Отдать свой голос можно на сайте голосза.ру. Начала работу единая справочная служба КП-50. Напомним, она объединяет все городские поликлиники – первую, вторую и детскую. Позвонив по телефону 9 55 11, пациент, независимо от своего прикрепления, сможет вызвать врача на дом, себе или ребенку. Записаться на прием, получить информацию о работе поликлиник и специалистов. Узнать, как пройти диспансеризацию и вакцинацию. Звонки принимаются по будням с 7 до 19 часов. В субботу с 8 до 16.00. Детские лагеря, в которых традиционно привыкли отдыхать саровчане, в этом году будут участвовать в программе детского туристического кэшбэка. Кроме того, летом в городе заработают дворовые площадки и проект «Спорт в каждый двор». Подробнее о летней оздоровительной кампании смотрите в следующем репортаже. Эпидемиологическая обстановка позволяет взглянуть на будущее с оптимизмом. Новых случаев заражения все меньше. И многие коронавирусные ограничения уже снимаются. И у наших детей будет возможность полноценно отдохнуть этим летом. Какие формы отдыха предлагает детям город, мы узнали в Департаменте по делам молодежи и спорта. А родителям нужно как можно скорее определиться, куда они отправят отдыха детей. Этим летом советует министр образования, науки и молодежной политики региона Ольга Петрова. Роспотребнадзор разрешил стопроцентную заполняемость летних лагерей. Для сравнения, в прошлом году можно было заполнить только 75%. Кроме того, многие загородные лагеря подключились к программе кэшбэка, в том числе и три наших – Лесная поляна, Гайдар и Березка. Планируется, что в этом году они вместе примут 2300 детей. Лесная поляна и Гайдар примерно с начала мая месяца будут распространять путевки с помощью туристического агентства. И родителям можно будет получить кэшбэк за эту услугу. Насколько нам известно, что на данный момент идут переговоры с туристическими агентствами на тему того, какая будет комиссия туристического агентства, где будет размещаться информация о том, как воспользоваться кэшбэком и тому подобное. Но точно все наши три лагеря должны работать в этой системе этим летом. Для тех, кто пока не решается отправить ребенка одного за город, будет из чего выбрать и в самом Сарове. К традиционным пришкольным лагерям, 14 на базе школы, одному в теплом доме, добавятся новые формы отдыха. На базе молодежного центра и центра внешкольной работы будут реализовывать краткосрочные образовательные программы. По несколько часов в день, в течение трех-четырех недель реализуется коротенькая образовательная программа, куда ребенок приходит и занимается в зависимости от программ, либо спортивной направленностью, либо художественной. Узнать об краткосрочных программах, которые реализуются в центре внешкольной работы, или в молодежном центре, можно будет с помощью системы «Навигатор». Большое внимание уделят спорту. Почти полторы тысячи юных спортсменов продолжат усиленные тренировки на базе спортивных школ. Также летом на полную мощность заработает проект «Спорт. Норма жизни». Все три месяца на базе уличных спортивных объектов на улице Павлика Морозова, на лыжной базе, тренажерах возле хоккейной коробки «Сокол» и стадионе «Икар» будут работать инструкторы. Ближе к летнему периоду мы озвучим график работы, график работы инструкторов на этом объекте. И дальше уже горожане смогут своих детей туда направлять, зная, что они будут под присмотром. И более того, инструктора подскажут, какой комплекс упражнений ребенку можно применить, подкачать ту или иную группу мышц, ну и для общего физического развития. Кроме того, вернется и дворовая практика. Педагоги Центра внешкольной работы на площадках в разных районах города будут по будням организовывать для детей различные спортивные игры, викторины, квесты и конкурсы. Планируется, что площадки посетят не менее 6 тысяч детей. Полностью интервью Ивана Усова о предстоящем летнем отдыхе смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале Саров-24. Продолжается работа по модернизации системы здравоохранения в нашем городе. Так, в Сарове планируют организовать дистанционную выдачу справок в детской поликлинике, перевести в электронный формат запись на плановую госпитализацию. В наш город регулярно приезжают ведущие специалисты из ПОМС ФМБА России. Все это делается для того, чтобы вывести уровень медицины в Сарове на качественно новый уровень. Консультации, осмотры, школа здоровья, научно-практические лекции, занятия для саровских врачей. Неоднократно ведущие специалисты Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России приезжали в закрытый город. В этом году клиническая больница 50 активизировала работу в рамках трехуровневой системы оказания медицинской помощи. Что она значит? Это значит, что существуют больницы первого уровня, это медсанчасти, клинические больницы на местах. Существуют окружные медицинские центры в каждом округе. Для нас это Приволжский окружный медицинский центр. И существует референс центры головные, это Москва. Во время последнего визита нижегородские урологи провели три показательные операции на новом лазерном оборудовании. А позднее, в начале апреля, уже наши урологи сами выполнили первую такую операцию в Сарове. Договариваемся с нашими коллегами о тех направлениях, которые наиболее востребованы в городе. Это и онкоурология, и урогинекология, и реабилитация, неврология. По разным направлениям. Отремонтировать входные зоны во всех трех детских поликлиниках планируют в рамках реализации проекта модернизации первичного звена здравоохранения в городах присутствия госкорпорации «Росатам». Проект также предусматривает организацию дистанционной выдачи справок в детской поликлинике. Это и организация электронных направлений в бюро медико-социальной экспертизы для определения группы инвалидности. Это и организация электронной записи на плановую госпитализацию. Сейчас проект находится на стадии обсуждения. Безопасное место для ребенка ГИБДД Сарова в апреле провело на территории города профилактическую акцию. Ее цель – снизить дорожно-транспортный травматизм. Помогали взрослым инспекторам активисты из 12-й школы. Более 80% дорожно-транспортных происшествий с участием детей по всей стране происходят из-за нарушений правил дорожного движения водителями. Большая часть погибших в авариях несовершеннолетних – это пассажиры. Пренебрежение водителей к использованию детских удерживающих устройств в ремне и безопасности зафиксировано при оформлении почти каждого восьмого ДТП. В каждом пятом случае смерти и каждом седьмом случае ранения ребенка-пассажира в возрасте до 12 лет. Такие данные год от года приводит ГИБДД. И несмотря на такую печальную статистику, есть еще водители, которые пренебрегают безопасностью маленьких пассажиров. Данные правонарушения имеют место быть. То есть бывает 2-3 нарушения в неделю. То есть не все водители, будем говорить, соблюдают правила дорожного движения в перевозке детей. Но мы стремимся к тому, чтобы эти показатели улучшались. ГИБДД Саров не устает напоминать водителям о необходимости безопасно и правильно перевозить детей. Периодически сотрудники госавтоинспекции устраивают рейды или проводят профилактические акции. Например, в пятницу дорожные полицейские вместе с учениками 12-й школы организовали флешмоб «Безопасное место с ремнем и автокреслом». Мы рассказываем о том, как важно знать правила дорожного движения, как надо находиться в машине, потому что если, к примеру, ты пристегнешься, ты спасешь много жизней. Пристегиваться в автомобиле важно из-за того, что если, не дай бог, будет авария, например, то, например, либо водитель, либо кто-то еще, кто сидит, например, на других сиденьях, может пострадать. А ты сам пристегнутым ездишь? Да. Пристегиваться нужно обязательно, потому что, ну, есть много причин. Допустим, водитель резко затормозит, и ты можешь удариться об кресло. Поэтому нужно пристегиваться обязательно. А ты сам пристегиваешься? Конечно. Юные инспекторы вместе с своими взрослыми коллегами раздавали родителям буклеты о правилах перевозки пассажиров, а детям дарили сладкие призы. Завершилось мероприятие общей фотографией. В Международном детском центре «Артек» прошел всероссийский слет, посвященный столетию Всесоюзной пионерской организации. Саров на слете представили команды 7-й и 17-й школ. Своими впечатлениями от поездки юные саровчане поделились с нашей съемочной группой. Команды активистов школ номер 7 и 17 в начале апреля отправились в незабываемое путешествие Международный детский центр «Артек», чтобы обсудить празднование столетия пионерии и принять участие в сессиях, посвященных образованию. Конкурсный отбор на мероприятие проходил дистанционно. Мы снимали видеоролик на тему школьных музеев, также участвовали в викторине на тему пионерии. Там были сложные вопросы, но мы смогли пройти в отборе. В числе участников слета – советники по воспитанию и взаимодействию с детскими и общественными объединениями Всероссийского проекта «Навигаторы детства». В Сарове в этом проекте числятся 13 пилотных школ. Все специалисты в сфере воспитания проходили очное обучение также в Международном детском центре «Артек». Наверное, это было создано для того, чтобы создать какую-то альтернативу пионерии. Потому что я уже говорила о том, что пионерии и РДШ нельзя поставить знак «равно». Работаем мы в основном по календарному плану и надо отметить, что там только российские праздники. И это, наверное, правильно, потому что во главу угла здесь ставится патриотическое воспитание. В «Артеке» ребята-педагогов распределили в разные отряды лагерей морской и речной. Для педагогов были организованы тренд-сессии, научно-практические конференции, стенд-презентация с представлением опыта работы советников по воспитанию. Во время слета в «Артеке» была замечательная иммерсивная выставка, которая позволила нам окунуться, скажем так, в свое детство, когда мы были пионерами. 16 станций с абсолютно разными занятиями. И семафорная азбука, и хождение строем, и песни совместные, создание рисунков на асфальте. Сажали цветы в сапоги резиновые для украшения клумб в «Артеке», делали скворечники. Абсолютно разнообразные тематические станции. Мне кажется, в Сарове это стоит повторить. Побывать в Международном детском центре «Артек» – мечта многих школьников и взрослых детств. Активисты и педагоги Саровой не только насладились поездкой в Крым, но и привезли идеи празднования 100-летия пионерии в городе. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.